Минэкономразвитие опубликовало три сценария развития экономики до 2030 года. Самый вероятный из них предусматривает стабильный, но медленный рост ВВП, не более чем 4% в год. И то при условии умеренного роста цен на нефть и других сырьевых товаров, а также, если не помешают мировые экономические катаклизмы. Для достижения даже таких скромных результатов в стране придется модернизировать энергосырьевой комплекс, развить конкурентоспособность, инновационный сектор. Сделать это будет непросто, поскольку приток инвестиций будет снижаться в ближайшие пару лет на 7% к 2030 году на 5%. При консервативном сценарии начнется медленное угасание экономики. Рост вала внутреннего продукта снизится с 3,7% до 2,5%. Рост инвестиций уменьшится вдвое до 3,5%. Если осуществится консервативный сценарий, в стране не хватит средств, например, даже на здравоохранение. Ну а если случится чудо, Россия совершит небывалый рывок. ВВП будет прирастать почти по 5,5%, а рост инвестиций достигнет 27%. Но для этого нужно перейти на инновационные рельсы и отказаться от сырьевой экономики. Вот что говорят эксперты об этом варианте развития. Наша экономика носит сырьевой характер, а соответственно основная доходная часть у нас формируется от продажи либо сырья, либо нефтепродуктов. А соответственно, если мировой кризис пойдет на убыль и наши продукты будут востребованы, нам это удастся сделать на практике. Если нет, то мы должны все-таки будем реализовать пресловутую программу 2020 инновационного развития. Но, честно говоря, мой опыт общения и с предпринимателями, и с чиновниками показывает, что для того, чтобы это было реализовано на практике, нужна очень большая политическая воля. Ну вот, шансов на такой рывок похоже немного. Вот как раз ситуация в глобальной экономике лучше, чем хотелось бы, но хуже, чем могла быть. По-моему, так выразился Греф в Довосе. Опубликованные сегодня данные Минторга США показали в четвертом квартале прошлого года экономика страны неожиданно сократилась на 0,1%. Это при том, что на рынках ожидали роста более чем на процент. Рецессия отмечена впервые с посткризисного 2009 года. Ну, сейчас со мной в студии наш финансовый обозреватель Жанна Немцова. Жанна, здравствуйте. Юрий, здравствуйте. Хотела бы сразу же вас поправить. Рецессии пока нет. Как раз об этом я и хотел вас спросить. Не стесняться меня поправлять. Итак, рецессия. Что вы хотели сказать? Рецессия это снижение ВВП в течение двух кварталов. Пока.